На всероссийский конкурс «Ими гордится Россия» Александр Карпов подал работу под названием «Исследование содержания вредных пищевых добавок в продуктах питания». Молодой человек проводил эксперименты и на их основе сделал выводы о влиянии разных сортов чая на человека. Победа в конкурсе не стала неожиданностью для заключенного. Александр уже не раз принимал участие и даже становился победителем подобных соревнований, не только на местном и региональном уровнях. Здесь пацаны учатся желанием сами, постоянно спортом занимаются. Возможностей много, возможностей есть, учителя здесь хорошие помогают. Ну и все начало учиться, мне это понравилось очень. Я вот с удовольствием сам старался, желание было большое. Александр Карпов оказался за решеткой, как он сам говорит, по глупости. В 14 лет он и несколько его друзей ввязались на улице в драку и ограбили человека. Совершив преступление, рассчитывали по возрасту избежать наказания, но не вышло. Всем дали реальные сроки. Саша 4,5 из присужденных 6 лет уже отсидел. Учителя отмечают, что за это время он сильно изменился. Поначалу успехи были скромными, но когда до Саши дошло, что не надо бояться чего-то трудного, а пробовать себя все далее и далее, он увлекся тем, что стал испытывать себя во всех конкурсах соревнований. И закончилось это тем, что он стал лучшим учеником колонии. В скором времени Александр выйдет на свободу. Благодаря хорошему поведению и успехам в учебе парень заслужил досрочное освобождение. Говорит, в планах поступить в училище, получить профессию и работать. Работать честно. Александр понимает, что второго шанса встать на путь истинный может и не представиться. В случае, если он снова приступит к закону, его ждет уже взрослая колония. Евгения Шильникова, Дмитрий Новопашин. Местное время.